Девушки отдыхают 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 Мы стараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном времени, с учетом того, что у нас еще 80% педагогов, учителей сделали вакцину, это очень важно, мы защитили учителей, насколько это возможно, потому что 12 ночи, когда тишина, как бабахнет, все штатно, все готово, и начинается. Меры безопасности, конечно, мы этим занимаемся, все идет по плану, я надеюсь, ничто не помешает нам, начать учебный год, очно ставим контроль температуры, соответственно, на входе, чтобы ребята... Что-то, светофор или что? Роспотребнадзор призвал провести линейки 1 сентября на открытом воздухе, а накануне, напомню, министр посвящения Сергей Кравцов сказал, что в этот день будут усилены противоэпидемические меры в школу, В общем, министр, только соблюдение подобных мер позволит продолжить учебный год в обочном формате. В этом году у школы мы разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов, так, зачет или не зачет, можно будет стоять по лизу, музыке и инфраструктуре, об этом заявила замминистра посвящения Анастасия Зырянова. Председатель молодежной ассоциации, руководитель образовательных организаций, директор школы 21.01 Маргарита Бриткевич, назвала ДПФ формат оценки участников прогрессивно. Вы знаете, на взгляд национального сообщества такая система работает очень эффективно. Да, 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 да. Музыка, музыка, это часто предмет, в которых действительно дети проявляют мощный потенциал и подобная система оценивания, которые, кажется, вполне стимулируют этот процесс. Поэтому мы видим в этом... И здесь состояночка. Мы используем возможность учить результаты ребенка в рамках таких предметов, учить результаты того, как он занимается в обучении дополнительного образования в музыкальных школах. И здесь, конечно... Ну, цеха здесь делает дорогу. И если, допустим, ребенок не выполняет задания, если ребенок, так скажем, не выполняет тот необходимый объем, который предполагается образовательной программой, то у ребенка не получится зачет. Поэтому здесь, конечно же, мы сталкиваемся с необходимостью объективного оценивания. Ну, не дает объезжать, я не понял. Это совершенно не имеет значения, это за счет или это фестивальная система. А для ребенка, с точки зрения психологической, в том числе, очень часто имеет действительно большое значение наличие большей свободы, особенно таких сложных предметов, как, например, с родителями. Председатель молодежной ассоциации, руководитель образовательной программизации, директор школы 21.01 Маргарита Бриткевич. Ну и добавлю, что сегодня последние выходные, перед началом нового учебного года, многие родители поедут забрать детей с дачи и от бабушек и дедушек, поэтому на въезде в Москву и в другие крупные города, в Петербург и прочее, ожидаются большие заторы, поэтому планируйте время, если что, выезжайте заранее. Российские школьники завоевали сразу 4 золотые медали на Европейской Юлиорской Олимпиаде по информатике, а по анаму золотую очередь команда из Польши, Венгрии, Румынии, Киргизии и Белоруссии. Из-за пандемии Олимпиада прошла в дистанционном формате. В этом году в ней участвовали рекордное число школьников за велоприятие сборной России по информатике. Да, такую дорогу можно ремонтировать. Это не дорогу, это носок. Он и Даша участвовала в дистанционном формате. То есть там полного балла ни у кого нет. Во второй день, обо 13, он сумел получить 300 баллов. И это благодаря... Очень приятно, что в составе нашей команды была девушка. Это Даша Крекова из Москвы. Она тоже получила золотую медаль. И это уже не первая ее золотая медаль в этом году. И особенно радостно, что она закончила только седьмой класс в этом году. И поэтому у нее еще впереди. Европейская юниорская олимпиада школьников по информатике. Молодцы, ребята, молодцы. 26 и 27 вагон. За это время участники продемонстрировали различные навыки по информатике, информационно-проекционным технологиям, решив 6 алгоритмических задач. Медали к новостям из паралимпиады. Российский легкоатлет Денис Мездилов стал чемпионом летних паралимпийских игр. Он выиграл соревнования в толкании ядра. Его результат 11,16 метра. Это новый мировой рекорд. Теперь в активе сборной России на паралимпиаде в Токио 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей. По неофициальным медалям за честь российские паралимпийцы сейчас занимают третью строчку. Лидер сборная Китая. Какие медали наши спортсмены смогут завевать еще сегодня, рассказал наш спортивный обзыватель Эльмир Мерзоева. Ну а во всем по порядку, сегодня пятый день паралимпиады в Токио. Будет разыграно рекордное количество комплектов наград, 64. Вообще именно вот эта цифра, да, то есть настолько много медалей не разыграно было ранее на паралимпийских играх. И конечно же мы ждем соревнования и по легкой атлетике, и по рейсингу, где наши спортсмены претендуют на награды. Ну а теперь, конечно же, о нашей победе. Первой победе Денис Гнездилов, то есть начали российские паралимпийцы с золота. Интересно, что Гнездилов, он установил не один, а два мировых рекорда сегодня. Сначала он установил первый, после этого этот рекорд побил представитель Ирака, с которым как раз конкурировал российский паралимпийец в борьбе за золото. И Гнездилов сам, как признался, потом собрался, немножко нервничал, но я начал улыбаться, начал думать о технической работе, которую сделаю в секторе, и это мне помогло, рассказал Гнездилов после победы. То есть борьба достаточно была острая для Гнездилова. Нельзя сказать, что он пришел, увидел, победил в нескольких попытках. Представитель Ирака его даже где-то опережал, но в итоге все-таки Гнездилову удалось сказать последнее слово. Российский паралимпийец Гнездилов посвятил свой успех тренеру Николаю Колодко, с которым он работает, и с которым надеется и далее продолжить работу. Ремонт мыска, через... Да, через... Четыре золотые медали, и, конечно же, здесь хочется отдельно отметить историю Александра Еринчука. Он вообще был современным чемпионом в беге на полторы тысячи метров, но интересно, что он выступал на паралимпийских играх в Сочи, то есть это были зимние игры, и тогда он был биатлонистом, то есть он, наверное, занимался лыжами, а потом перешел в легкую атлетику, и здесь тоже добился успеха, став именно паралимпийским чемпионом, так что вот такие у нас интересные моменты. Сегодня, итак, из этих 64 комплектов наград, конечно, будут прыжки в высоту, прыжки в длину, толкание, то самое ядря, метание диска, это все легкая атлетика, но также будут разыграны награды 8 комплектов наград по настольному теннису, еще 5 в длину, 4 комплекта будут разыграны в гребле, в пауэрлифтинге, и как раз вот о пауэрлифтинге надежда российских болельщиков связана с 29-летней Хедой Бериевой, она уже достаточно опытная спортсменка, она заняла 4 место весовой категории до 60 килограммов на паралимпийских играх в Лондоне, тогда она была все-таки дебютанткой, опыта не хватало, но теперь, конечно, Бериева надеется на то, что сможет войти в тройку лучших, ну а тем не менее, все еще есть спортсмены, которые только собираются на паралимпийские игры, вот, например, сегодня паралимпийские сборные России по Саеквандо, Греблина, Байдар, Кыкано, только вылетели из Приморья на игры в стоп, в Приморье они находились на тренировочных сборах, это как раз последние представители российской паралимпийской сборной, которые вылетают в Лондоне, им еще предстоят соревнования, им предстоят, что надеемся, что все будет хорошо, адаптация пройдет хорошо. Также отмечу, что положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде паралимпийского комитета России не зафиксировано, об этом рассказал та с исполняющей обязанности президента ПКР Павел Рожков, он отметил это в связи с тем, что как раз ранее, сегодня, были выполнены два положительных теста на коронавирусную инфекцию в Олимпийской директе, есть подрядчики, есть представители СМИ, есть паралимпийский комитета, но это не имеет отношения к паралимпийской сборной России, здесь все новые тесты на комитеты специальные, так что мы продолжаем, надеемся на то, что наши спортсмены действительно смогут выйти на более высокие позиции, ну а пока напомню, что сейчас сборная России в общей командном зачете на третьем месте, в активе наших атлетов, после победы сегодняшнего, 41 медаль, из них 14-го, закончится, планируется, закончится. И на второй позиции Великобритании, но на третьей наша команда, а дальше посмотрим, впереди еще немало интересных соревнований. Очень спасибо за то, что мы следили за игремя в Токио, где выступают наши паралимпийцы, с обзором этого дня наш спортивный обозреватель. У Москвы и Подмосковья есть шансы пережить три волны Бабьего лета, такой прекрасный прогноз с обзором Бабьего лета, а форум с Вадим Диабоченко-Косновой, в власти России сейчас сохранится в Москве. Ну а метеорологическая осень рождается в конце первой декады сентября. Далеко ехать, блин. Вон, вливается еще один поток. Плюс 15, ну и затем вновь повеяло тепло. И, собственно говоря, этот погодный тренд, он будет сохраняться даже на большую часть сентября. Вот данная конкретно эта волна тепла, она продержится, ну, мы до первых дней сентября. При этом, неная температура, то уже отступает в 5 градусов, есть небольшое отступление. Россия, она у нас северная страна, тоже северная. И плюс 25, это уже аномалия даже для пищевого климатической нормы. Такие вот средние цифры. И вот этот аномально теплый температурный режим, активизируется циклоном, будут много дожди, и, собственно говоря, это приведет к почерпу. Наверное, одна колея, два потока. Он с правой стороны вливается. Вадим Заводченков, специалист центра погоды ФОБОС. Многие в такой теплой погоде продолжают работать удаленно. Находясь на даче, некоторые мечтают об этом и пытаются найти идеальный участок для переезда. Наш корреспондент Борис Бейлин выяснил, на что нужно обращать внимание при покупке загородного дома. Если покупателю понравилась дача, и он готов заплатить за нее требуемые деньги, главным является проверка правоустанавливающих документов. Есть ли у продавца право собственности на землю дома. Впрочем, если документы не в порядке, Росреестр просто не зарегистрирует сделки. Так что деньги передавать лучше в момент перехода права собственности, то есть, когда регистрация купли-продажи уже прошла. Однако, во многих случаях садовые участки продаются без уточнения границ с соседями. Законом это не запрещено. Предполагается, что в будущем уже новый владелец сам проведет неживание. Но как раз тогда могут вскрыться проблемы, предупреждает адвокат Светлана Жемуркова. Предоставьте неживание может оказаться, что... Это первое. Это место неживания, и когда проводится, называет кадастрового инженера, проводится неживание, то есть, на что... В этом случае, получается, с соседа, граница, этот участок пересекает ухода, и здесь... Так что запаснее покупать участок уже с проведенным неживанием. Другой вопрос. Долги старые хозяйства в связи с ученским и целевым взносом. Вопреки распространенному мнению, формально, новый владелец к ним не имеет никакого отношения. Тем не менее, Светлана Жемуркова советует перед заявкой сходить в правление и выяснить, нет ли задолженности. Нужно обращать внимание на то имеют к тому долги, но не потому, что эти долги переходят к новому владельцу, нет. Толк вич на старом владельце и председатель товарища должен обращаться к засканию именно со старого владельца. Как я и говорил, но тем не менее, все-таки, есть оси, два потока в одну полосу. Светлана Жемуркова Единственное, что может перейти негативное отношение председателя. То есть, ему прежний владелец не платил, здесь перескать этого прежнего владельца, когда вот у нас есть новый. Давайте мы снова покажем, тем более, что вот он появился. Вот просто негативное такое отношение как-то может быть направлено на нового владельца, но это никак не не обосновано такое отношение и через суд, конечно, председатель товарища свои долги старого владельца участка не слышит. Не стоит в инновации по поводу в имущественных налогах за брюк это покупателя вообще никак не касается. Если есть задолженность, налоговая служба предъявит принцесс-тарный хозяйок. Она получает все необходимые сведения о собственных и с Росреестром. Новый владелец будет платить налоги только с момента перехода правособственности, то есть после покупки дачи. Подземен вести фамилию. И еще один важный фактор придется учитывать владельцам жилья. Россия нам не разрешать держать слишком много домашних животных в квартире или на загородном участке. Допустимое количество питомцев на квадратный метр рассчитал Минсельхоз. Сколько собак, кошек и хомячков одновременно можно законно содержать дома? Разбиралась Екатерина Косинец. 40 кроликов, 7 пупогаев, 18 собак разных пород и 34 пушки. Теперь такое биологическое разнообразие в одной квартире недопустимо. В Госдуме заявили, что регламентируют количество усов и хвостов на квадратный метр. Минсельхоз разрабатывает положение, которое должно разъяснить, сколько и каких именно домашних животных можно содержать на определенной площади. Новый закон защитит не только соседей квартир-зверинцев. В первую очередь инициатива призвана обеспечить животных человеческие условия. Говорит дефутат Мосгордумы Александр Козлов. Да, есть такая проблема, когда соседи жалуются на большое число животных, которые содержатся в квартире. Это не составляет неудобства, но зачастую сами животные там страдают и как раз через механизм защиты животных можно как раз им помочь тем самым защитить интересы соседей. Мне кажется, нужно начинать немного с другого, вводить в обязательном порядке учет, создавать нитинную базу для владельцев животных, в том числе и безнадзорных, которые находятся в сию, как и содержатся в нитинной базе. В нормах и правилах прописано множество параметров, которым должно отмечать жилье, чтобы быть комфортным и безопасным для человека. Для животных предлагают прописать хотя бы минимальный метраж, хотя некоторым, особенно экзотическим животным, необходимы особые условия содержания. Это инсоляция, температура воздуха и определенная влажность. Законодатели отмечают, инициатива требует тщательной проработки. Недостаточно установить максимальное количество животных на площадь, скажем, 50 квадратных метров. Важно прописать нормативы для каждого вида. Например, собаки крупной породы и одной может быть тесно в городской малометражке, а, скажем, муравьиная ферма занимает совсем небольшую площадь, при том, что внутри экзотариума комфортно могут существовать десятки жителей. Очевидно, что решение ограничить количество животных в квартирах спровоцировано жалобами, которые поступают от соседей на квартиры питомники. Истории, когда в небольшой однушке живет запредельное поголовье питомцев, не единичны. Чаще всего оказывается, что владельцы таких квартир и люди с психическими расстройствами. Здоровый человек, как правило, может трезво оценить свои возможности обеспечить питомцам подходящие условия. Те, кто страдает определенными отклонениями, не в состоянии пройти мимо очередной дворняги. В результате чуть ли не каждый выход на улицу заканчивается приобретением нового четвероногого жильца. Но эти случаи не должны становиться поводом для ограничений сразу для всех владельцев животных, читает заместитель председателя рабочей группы по безнадзорным животным общественной палаты Москвы Елена Иванова. Ориентироваться можно на такие единичные случаи, они все-таки единичные. Этих людей, сколько там у них не ограничено, и сколько не изымать. Они опять не лечить, они опять не берут свой душа. И это не говорит вообще, в принципе, о том состоянии. Распространять проблемы психических и здоровых людей на всех остальных невозможно. Когда квартира, где проживают звери, находится в долевой собственности, то считать будут только те метры, которые принадлежат их хозяину. Если площадь окажется недостаточной, то владелец понесет уголовную ответственность. Ровно как и в случае, если животные на кого-то нападут или нанесут вред здоровью. Основная задача инициативы создать условия для того, чтобы при покупке очередной собаки или кошки хозяин ответственно подходил к организации пространства для них. Правда, вводить новые правила нужно с особой осторожностью, продолжает Александр Козлов, чтобы сами животные не пострадали от закона, который призван их защищать. Количество животных на квадратный метр или количество комнат это большой вопрос. Дабы этой инициативой не породила опять-таки чрезмерные слухи и многие животные просто сейчас окажутся на улице. Потому что, как мы говорили, мы говорили о неких налогах, которые планируются идти на среди временные неудобства. Минимальную площадь пропишут не только для кошек и хумиков. Комфортные жилищные условия должны будут соблюдаться и на загородных участках. Наверное, в каждом дачном товариществе есть юнат-энтузиаст, который на шести сотках размещает вольеры для всевозможных птиц и грызунов. Кроме запахов, которые доносятся с таких участков, соседям не дают спать птичьи голоса, а в первую очередь страдают сами питанцы. Екатерина Косинец, вести окна. Вести граждан. Вести граждан. Социолог Евгений Копатько в программе Стратегия. Почему? Потому что в условиях таких вот переходов глубоких депутатская неприкосновенность это не какая-то манна небесная, потому что все депутаты всех верховных рад боролись за снятие депутатской неприкосновенности другими словами. В одна так и согласно библии манна это пища, которую Бог послал Моисею и не оказалось само существовать. Моисею и манна Моисею и Моисею и Моисею и Моисею и Моисею и Моисею и Вернем пришелся внести коллективы в программу из-за антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы и заглянил в эфире телеканала Россия. По его словам, в Москву возвращается и традиционный фестиваль цветочный джим. Стартует 1 сентября. Мы отказались от каких-то больших концертов в силу таких существующих ограничений, мастер-классов, там, где вот такое стесненное пространство. Значит, международного фестиваля фейерверка в этом году снова не будет. Снова не будет. Заработали торговля, кафе, общепит, начало функционировать в полном объеме. 1 сентября мы открываем фестиваль цветочный джим, тоже торговля, ландшафтный дизайн, цветы, пустарники, небольшие деревья украсят наши площади, фестивальные площадки. Собянин также заявил, что московские власти рассчитывают провести учебный год в очном режиме с учетом того, что больше 80% педагогов прошли вакцинацию от COVID-19. По словам мэра, московские школьники достойны сдать экзамена в прошлом учебном году, несмотря на дистанционное обучение. Все школы в Московской области готовы к началу учебного года в ручном формате на каждом входе в учебные заведения будет организован контроль температуры, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия». Ранее сообщалось, что торжественные линейки в честь Дня Знания пройдут в школах подмосковья и в штатном воздухе. 1 сентября на территории области открываются 1260 школ, почти 1400 детских садов, 40 колледжей и 5 воссов. Положительных тестов на коронавирус команде паралимпийского комитета России нет, сообщил ТАС, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков. Сегодня стало известно, что тесты на COVID-19 двух спортсменов, находящихся на территории паралимпийской деревни в Токио, удали положительные результаты. Всего за последние сутки было новолено 11 случаев инфицирования. Среди зараженных также 7 подрядчиков, представитель СМИ и человек, связанный с проведением игр. Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. Известные Атлантские исполнители «Народные русские песни» Фават Андараби убит боевиками, захватившего власть в стране, запрещенного в России движения Талибана. Об этом со ссылкой на его родственников сообщил телеканал «Таймс Нау». По данным каналу, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся. Исполнитель своих песен и осуждал Талибан. Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку противной исламу. В России наблюдаются сбои в работе соцсети ВКонтакте. Следует из данных, размещенных на странице сервиса «Даун детектор», который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. К 9.30 было зафиксировано 2,5 тысячи отчетов о сбоях. 72% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на сбои в работе сайта соцсети. 19% на трудности в отправке сообщений, 10% на проблемы с заброской видео. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Петербурге. В пресс-службе ВКонтакте ТАСС сообщили, что работают над устранением проблемы. Погода. В Санкт-Серковье сегодня местами небольшие дожди плюс 16-18 градусов, в Москве без осадков и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 749 миллиметров в Санкт-Петербурге. Вроде бы закончилось. В Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие друзья. Начну с неожиданного вопроса. Скажите, пожалуйста, много ли вы пьете воды? Простой, нормальный, хороший воды. Я вас, наверное, очень удивлю, если вы знаете, что это можно меньше трех у своего человека, а может быть, даже и больше. Почему? Это сейчас расскажет наш гость Евгений Лангопич. Воды или жидкость? Вода? Надей, я хотел бы подчеркнуть, что в первую очередь важно в стратегическом государственном масштабе у нас перестали заботиться люди не только о качестве, воды, но и о регулярности ее питья. Помните, в принципе, радиоточки были. Когда доктора, прошу заметить, не просто диетали, а просто диетали, не просто диетали, настоящие. То есть, настоящие доктора людям рекомендовали, как правильно выстроить систему питания вместе с физической нагрузкой. Почему? Было меньше принципов больных. Одно дело, что кушали другие продукты. система работала на профилактике. Графинчики с водой везде стояли, везде были фонтанчики с питьяной. Какого-то родителя. Посмотрите, что происходит в приеме. Мы начинаем лечиться, мы начинаем бегать по врачам. У кого-то суставы, у кого-то сердечно-сосудистые заболевания, у кого-то эндокринная система. А причина очень проста. У нас бустая кровь. Мы клеем кофе, мы пьем какую-то немоверную гадость в этих глутинках шипящих. Кровь не обслуживает органы. И если мы пьем три литра, а лучше даже четыре литра, не бойтесь, вы не посадите кучки. Воды в сутки остаются. Кровь, которая не пустая, которая обслуживает организм, убирая причину этих болезней. Вот элементарно, любой доктор вам это объяснил. Ну, когда эта тема отдается на частному бизнесу с облимочным происходит. Людям рассказывают, что наоборот, воду пить не надо. Воду пить вредно. Вы возьмите, просто дыхните на экран своего смартфона, подойдите, не знаю, просто к окну хотя бы, да. Ну, сейчас лет, конечно, нужно распашку, но тем не менее, вот эта испаринка полтора литра в сутки. Это вы теряя полтора литра в сутки. Да. Если вы кушаете, пьете, жидкость, но не в воду, да, 300 миллилитров организм вытягивает, так сказать, высполняет, остальное нужно доложить на место. Итак, Евгений, вы знаете еще одна из причин, почему эта графика ушла? Потому что вода во многих регионах оставляет желательно лучшую по качеству. Есть фильтры, есть всевозможные очистители воды, но вы сегодня представляете аквантыр. Это принципиально другая система ионизации воды. Я очень удивился, когда узнал, что это по заказу мистерского моря разработано в Советском Союзе все эти технологии. Это очень огромное наслаждение. Я бы сказал, так это произошло испытание этой технологии, ей более 30 лет уже они, в Афганистане. В той войне, где, не знаю, знаете ли, об этом или нет, те люди, которые душманы, маджахи, они не просто стреляют наши солдаты, они еще пули, вот знаете, трупные ядки, чтобы раны, если не смертельные, то, по крайней мере, чтобы добило до конца инфекции. Так вот, аналит, ионизированная кислотная вода, которая также делалась, водовалась потом уже, после 1888 года, и первого завода уже, после, в советских аптеках, она прекрасно справляется не только с гниющей плотью в виде проречни, трофических язв, да, прекрасно восстанавливает человека. Ну, давайте тогда с самого начала. И даримы с заражения, вот в таких вот, когда происходит тяжело, если мы еще человека обеспечиваем принятие новой вот этой питьевой воды, то есть восстановление и снаружи, и изнутри, мы получаем колоссальный эффект за короткий слой. Так, вот теперь давайте немножко пресним ситуацию. Во-первых, назовем телефон 8 800 ROG 505 55 82. Там дежурят эксперты нашей горячей линии, запишите этот номер, да, 8 800 ROG 55 55 82. Они ответят на все ваши вопросы. и я говорю, красивый современный прибор, компьютер, интегрой дисплей, очень простое управление, что тоже радует, даже стрельки разберутся. Мама назвала это, просто говорит, что это за пластмассовый чай, пластмассовая кружка, это лет 5 назад это было, когда предыдущая с компьютером кружка. Да, очень стабильная. Да, открываем крышку, дверь большая, маленькая. Я наливаю в большую паризочку воду, да, из-под крана. В маленькую, из-под крана закрываю, два электромада, каждая свою елкость опускается. И дальше прибор мне предлагает выбрать вода. Вода для приготовления пищи, вода для красоты. Все, процесс пошел. Причем, можете налить вверх из-под крана. Будучи на даче, например, можете налить из колбутса из-за природного источника, да хотя бы бутылируемый угод. Анализ он делает сам. Если вдруг она не питьевая, он вам в этом сообщит, в этом уникальность. В нашем прибор один такой мереж. Дальше, три минуты он пищит, я открываю крышку и получаю по сосуду большой, это у нас щелочная вода, да? Да. Маленькие, вот это кислотная. Теперь объясните, для чего большая, для чего она. Щелочная вода, это то, что в народе как бы так прозвали живой, здесь, в любом, в фону, не ведущего, в любом, хоть в вашем отновлении, как у меня получилось, даже если у человека, в будущем медицинском работе, работая с детьми, восстанавливая детей после тяжелейших, я бы сказал, заболеваний, да, когда эти ходить не могут, вот здесь, знаете, понятно, все хорошо, сама страда, нет, только вот, 30 литров. Своение кислоты, это было практически, сколько я ее помню, два часа в туалете проводим, как видимо, с книжкой еще, да, то есть дома не зайти. Неделя, неделя ровно прошла, как она начала пить вкусную воду, после ионизации она становится вкусной, почему? Кислотные элементы все с вашей питьевой водой уходят в кислотную воду, даже в природу же она встречается, натре, 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 посеребреле вообще стало слаще, это вот серебряный электрод, на эту тему, на земле, она переключивается отдельно, 12 секунд вашего времени посеребрилась вода, она стала слаще, ни маму родную, ни детей, ни вирусом, а сейчас это ровно плажет, ни бактерия, уговаривать, а не надо, б, вы кушаете, ее пить или ей нужно там руки-мой дезинфицировать, дезинфицировать чуть побольше, концентрации выставляете, компьютер позволяет, сделать все, что угодно, рекомендации, а хотя дезинфекция, это кислотная, и серебряная, в том числе, если взять ожоговые центры, лоб кабинеты, посмотрите, хронические тензелиты, ремиты, после ожогов, когда нужно восстановление, регенерация кожи, сильная, это серебряная вода, это на основе ионов серебра, здесь электрод 4,9, и медицинское серебро, так сказать, это то, что работает 100%, ну хорошо, скажем так, 99,99% срабатывает, понятно, маленький стаканчик, маленькая демкость, кислотная вода, для чего нужна? Кислотная вода, в моей практике, она мне пригодилась, треснувшаяся, когда я раз в месяц, ходил по дому, лечить, порношенки пилят, массивные сады, 5-7 тысяч рублей, отдаешь, сказать, вот как с куста, здесь, если мы берем, свойства аналита кислотной воды, тоже хорошо описано, да, это и дезинфекция, продам, ограничение, пилотная вода, не обжигая наших клеток, то есть, не обжигая нашу слизистую, не нанося вреда, нашим, человеческим клеткам, убивает всю патогенную, в которой, продам, 300 литров, бактерии, вращая псориазм, то, что говорят, не лечится, потому что заболевание системное, вы начинаете четко по рекомендации, оно тоже есть, идет в этом сборнике, псориазм, начинаете пить, кислотно, начинаете делать компрессы, это суставы, чтобы не болели, суставы, в том числе, есть отдельная рекомендация, это уже артрит, я говорю про псориазм, кожные заболевания, дерматит, раздражение, у детей, к примеру, жара, панкерсы, обредостей, час-два, вы применили, сделали компрессик, попшикали из пульверизатора, проходят практически, суставы, я же говорю, горло нужно полоскать, промывать нос, здесь хватает трех минут, ровно, прополоскав горло на своем примере, своих детей, могу сказать, что с госпиталем может быть покончено, когда сопли по колено, практически здесь и сейчас, люди, еще раз напомню, давать телефон, наш слушатель, 8700, родной, 905, 55, 82, это телефон бесплатный, горячая линия, на ней дежурят специалисты, 8700, родной, 505, 55, 82, ОГРН, 117, 631, 308, 1669, адрес, Москва, Большая Сухрешная площадь, дом 4, 867, это магазин, можно прийти, все покажем, все расскажем, можно понюхать, по счету, потрогать и попробовать. В Петербурге на Думскую, 4, в Самаре на Ленинскую, 302, Тольятти, Дежинского, 7,6, или можно на Верхнеозерную 3G заглянуть в Калининграде, наконец. Итак, Евгений, мы с Вами получили живую гортвую воду, мы с Вами получили кислотную воду, уже понятно, как ее использовать, щелочную воду, у нас же у всех кислотность повышена как в раковом организме, да? То есть, вот, H нашего организма нужно контролировать, это тоже причинно. Вы знаете, даже не нужно вдаваться в эти все научные подробности, может, конечно, просто открыть сайт, сайт называется так же просто Акватор, Аква, какая русская, Акватор.су, СУ, почему, СУ, ЮНИО, да, у нас в советское время был интернет, СУ, СУ, мы из древних времен, Акватор.су, но мы современные. Там есть специальные видеоролики, снятые программно, в том числе, наше российское телевидение, которое любой маме, любой бабушке, любому ребенку, любому взрослому человеку в течение 10-15 минут объяснит все то, о чем мы с вами, Александр, пытаемся здесь рассказать. Я смотрю современные, конечно, вот наши международные. Международные награды, они абсолютно заслуженные. Перед пандемией мы получили первое место в Амстартаме за инновации, причем, при всей вот этой красоте, я повторюсь, пользоваться может абсолютно любой человек. А главное, что когда ты проверяешь этот эффект на себе, когда ты, пусть ты и не совсем Фома, не верующий, но как технолог пищевой промышленности, я достаточно много знаю про воду, да, очень хорошо это описано в книге. Вот книга, для того, чтобы каждый человек получил нужные, необходимые знания, покинули, объехали Новосибирск, после знакомых людей, которым помогло, книга пойдет в подарок. Вместе со сборниками это рецептой, чтобы вы точно могли знать, как это сделать себя и свою семью здоровыми, своими руками. не знать, чтобы на порогах, потому что книга написана простым человеческим языком, и понятно, что там написано. Писали ее, кстати, врачи, мы попросили, чтобы они сделали так. Все очень просто, открываете раздел, где ваши заболевания, да, сердечно-сосудистые, там, группа, или там, поправедрительный аппарат, и смотрите рецептуру, да, то есть какую году вам нужно приготовить, курс, сколько вам ее принимать, доеды, послееды, местной еды и так далее, то есть здесь все очень подрядно расписано, да? А самое главное, вы знаете, что приятно, когда ты начинаешь дышать полный грудь, ты перестаешь испытывать усталость, и у тебя проходит отышка, вроде бы субъективные такие вещи, да? А можно же пойти, в принципе, и сдать анализ, если очень хочется, тут же самый анализ, кроме года, до месяца прошел, а вот оно, как бы, и после. Ну, можно сделать очень просто, конечно, сдали анализы, пробили курс по книжке, потом сдали второй раз, и вот объективный контроль. Так, все, у нас осталось совсем много времени, подарки, скидки, что в комплекте, все выкладываете на чистоту. Доставка есть, да, по всей регионе? Вы знаете, доставляем мы по всей стране. Вот, вот Кренинград, и Другой Девосток, доставка в каждый дом, в каждую квартиру, доставка сегодня для вас будет бесплатной. Телефон запишите 8-800-505-55-82. Я смотрю, звонки уже пошли. В любом случае, даже если линия занята, вам перезвонят, все звонки фиксируются. 8-800-505-55-82. Сегодня завод проводит акцию. Тот самый завод, который последние 30 лет занимается не только исследованием, но и производством тех самых приборов, которые возвращают людям здоровье. Они начинают лить настоящую, живую воду. Сегодня акция, первые 150 человек, к сожалению, не так много ценно растут. Поймите нас правильно, мы держим их из последних сил. Наши европейские в целом, которые нарушили, там вопросы решённые, да, решённые, можете ещё раз решённые, решённые, здоровые. Звонятся прямо сейчас по телефону 8-800-505-55-82. Потряхивает. Ну, что бетонка, ну вот это, по-моему, качество, пока не качество, не нравится, мне не нравится. Ну, другое дело. Я стал практически здоровым человеком, но идеальных людей не было. А в комплекте что, это значит, серебряные электроны? Книга, сборник рецептур, запас мембран, вот от меня лично, каждому из этих 150 людей, другое дело. Другое дело. Для всех близких, для всех родных, обеспечить, как бы, что большее количество людей, большее, другое дело. Действительно, и водой, дать, дать результат, результат. 8-800-505-55-82. Звоните прямо сейчас, это ваши шансы. Я еще раз нахожусь на телефон, бесплатно, горячий виние. 8-800-505-55-82. Спасибо, Евгений. Всего доброго. 10-48 в Москве, у микрофона Евгений Яковлев. Возвращаемся к материалам наших корреспондентов. Если вы собрались покупать автомобиль с пробегом, обязательным возьмите с собой помощника-эксперта. Назвен основные признаки эффективного специалиста по подбору автомобилей. Нужно подать техническими знаниями, иметь свои собственные средства технической диагностики и уметь пробить всю электрическую историю машины. Это вести процесс регистрации. Профессионал для качества специалиста по подбору разбирался Сергей Клавов. Все, когда вы надеяли машину, все честные какие-то способы, все большее число, показали покупатели честно признаются сами себе, что в технике они не очень, но и юридическая подготовка оставляет жена к лучшему, а потому надо довериться профессионалам. Первое действие клиента – поинтересоваться, что собственно входит в прайс автоподборщик, потому что услуги могут быть весьма разнообразны. Самое дешевое, примерно, в тысячу рублей, это название технической проверки. Клиент сам накладывает себе вариант, сам пробивает его юридическую чистоту, а специалисты проверяют в том техническое состояние без осмотра подвески, потому что это отдельная услуга с заездом на сервис. Естественно, у хорошего мастера по подбору должны быть свои так называемые приспособления. Фирменные и дешевые. Ученая мяква, у нас на диагностические швы лучше для каждого наряда своя. И так далее. Если какой эксперт пришел на осмотр, а из-за швы, то, скорее всего, он профан, и просто хочет срубить деньги. Профессионал, старый сезон, сзади распад круженицу, и предоставительную компенсию услугу. На этом в районе 20 000 рублей. Сначала заключение договоров, которым заказчик подпишет свои пожелания марки, модели, цвета для мутилей, коробки. Затем специалист начнет непосредственно подбирать базу автосалонов и интернет-объявлений, как сказал соцсетент специалист по автотопору Бабин Кириленко. Прозваниваю всех продавцов. У меня есть свой чек-лист, который позволяет выявить, это действительно собственник или это человек, который зарабатывает на покупке и продаже автомобиля. После того, как я прозвонил, все эти варианты, я начинаю проверять автомобили по юридической частоте. На этом этапе тоже какие-то варианты у нас отсеются, да? И те варианты, которые у нас получили, самые сладкие, да, так сказать, а на них мы выезжаем, конечно, уже в первую очередь. Ну и, собственно, дальше уже, когда приезжают на автомобиль, уже приступают к своей проверке автомобиля. В первую очередь, в ходе юридической проверки, не просто пробьет автомобиль по базе, но докатается по самой крупной реальной истории, но если там за чего, может скрыться самые нежные и тайны. Пример, по своему интернет-блоге, привел их к активной низкой оценке в правах больших. После того, как найдется тот единственный победный вариант, хороший специалист своего клиента не бросит, а будет сопровождать его даже в ГАИ, надо же пригласить продавца окончательный расчет только после поставки машины. Объездной дороги. Это точно мало важно, потому что, сущущие базы по проверке автомобиля, они могут обновляться не очень быстро, и таким образом, ты вроде бы купил автомобиль, проверил его по базам общества, а на следующий день накладывается ограничение на регистрацию, и тоже деньги отдал, автомобиль забрал, то уже сам начинаешь. Поэтому, чтобы обезопасить своего заказчика от таких моментов, а расчет происходит только после того, как автомобиль встанет на учет у моего заказчика. Вообще, и уход даже не машина, а лишь только помощник. И ее подборье, дело непростое. Ведь отзывы в интернете могут быть углевными, и должны, конечно, исправить через знакомых, или довериться покупным кофетам фирма. Но все равно, это сраги, и улетки, стадируют в соцсетях от этой эксперты, и уходят для компании автоподбора, и уходов. Как это проехать? Ну, взять с собой вторую подборщику, заплатить деньги. Это, как я говорю, так, знаешь, ты приезжаешь, бывает, в автосервис, тебе говорят, мне это все, там 100 тысяч рублей в подрезку. Ты такая, посидел, потом 100 тысяч рублей, все это фига, да? Поеду-ка я подумал. Так вот, некоторые люди едут думать, потом приезжают обратно в этот сервис, а некоторые едут еще в один автосервис и сразу, то есть, вот эти чеки, которые есть. Можно так поступить? Ну, если тебя откровенно уже пытаются химить, то минимальные знания какие-то, они, в любом случае, есть у каждого человека, и он не может скрыться. То есть, можно думать главное. Но, по-другому, как еще просто, ты обращаешься к специалисту, который, по умолчанию, уже помнеет тебя, и ты хочешь его проверить. И теперь теперь предупреждают, что за тишинезная гоняться не надо. Возможно, выступим на продажу автомобиль обхоренный хлам. И чем хороший специалист по подбору, ни в коем случае, не будет убеждать вас приобрести наиболее дешевый бренд. А если настаивает, то, скорее всего, ему не охота ездить с вами по авторынкам, и просто мечтает опять же заработать побыстрее денег. Закитнул 200 июня. Жительница Ленинградской области написала заявление на соседского кота. Если верить документу, он заразнил ее собак и охотился на птиц. Хозяин животного уже ждут поселковые администрации. Если вина кота будет доказана, то хозяину может грозить штраф за допущение перемещения домашних животных. Запретила место их содержания без присмотра. Собирать, когда изложены формулировка, в ситуации попытался разобраться наша региональная корреспондента и ехать. Ну, давай! Героем этой истории является кот по кличке Пушок. Его прихода порой не неизвестно, по характеру свободных и в полном их попытках. На днях его хозяину пришел вызов местного поселковой администрации по заявлению о его соседке, проживающей через дорогу. В документе сказано, что кот далее цитирует около 23 часов сидел у его забора дразнил собак. «Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц». Конец цитаты. Далее соседка, которая действительно держит на участке домашнюю птицу, требует принять меры в отношении хозяина распоясывающего существа. Хозяин мог ему улыбнуться, спокойно жить дальше, но, как выяснилось, кот Пушок, а значит и его хозяин, нарушил шестой пункт закона Ленинградской области о содержании домашних животных, где сказано, цитируя, владельцы домашних животных обязаны принимать меры по недопущению нахождения домашних животных за пределами места их содержания без присмотра. Конец цитаты. В самом законе в основном говорится о собаках, но в ряде статей обозначены просто домашние животные и кот Пушок, который, как и положено, гуляет сам по себе, четко попадает под эту категорию. А поскольку он самовольно покидает территорию домовладения, то его хозяину грозит вполне реальный штраф от двух до трех тысяч рублей. Однако не все так просто. Оказывается, хозяин кота тоже писал заявление на свою соседку, которая держит на своем участке семь собак, домашнюю птицу и сменею. Все воют, скулят и лают по ночам, мешая деревне спать. Вот тогда, вооружившись законом о тишине, мужчина начал вызывать полицию, фиксируя нарушения на видео. В итоге, после составления протоколов, к соседке начали приходить штрафы. И тогда она нашла первопричину происходящего, соседского кота, который нагло подходит к ее забору и уже одним своим видом составляет собаку подниматься лаем. Правда, есть одно но. Соседка никак не зафиксировала, то есть не сфотографировала бесчинствующего у ее забора Пушка. В любом суде, подобное, адвокат назвал бы голословным утверждением, а тот факт, что кот действительно гуляет где хочет, лишь косвенной уникой. Теперь в этой криминальной драме придется разбираться в посерковой администрации, о чем кот Пушок по понятным причинам не подозревает. Видимо, продолжая свое учебное дело и нагло зафиливая у соседских заборов. Олег Яковлев, Вести ФМ, Ленинградская область. Из эфира в Вести ФМ. Евгений Сатановский в программе от трех до пяти. Взяли действительно известного персонажа нашим именем сын прошел и превратили его во что? Он нашел в Шутай Горох. Другими словами. Шут один из древнейших персонажей народного театра. С античных времен вплоть до новейшего времени его атрибутом в той или иной форме служил Горох. Во многих культурах именно это растение ассоциировалось с телесным низом, непристойностью, гороховые бобенцы и погремушки использовались как для создания комического эффекта, так и для посрабления ханжества и лицемерия. На Руси из гороховой соломы изготавливали костюмы скомороков и масленичные чучела. Отсюда и пошли выражения Шут Гороховый, чучело Гороховое. В смысле глупый, нелепый человек. Взрыв 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 В Калининграде временами дождей около 20 градусов тепла. В Самаре 22, 24, переменная обличность без осадка. В Казани плюс 20, тянуть их осадка не обещают. В Сочи 31, 33, без осадка. В Краснодаре до 35, прогреется воздух, здесь также без осадки. В Долгограде плюс 28, плюс 30, переменная обличность без осадки. В Санкт-Петербурге днем облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дамы. Температура воздуха 17, 19, в Москве, переменная облачность без осадков.